В Краснодаре открылся международный фестиваль документального кино «РТ-ДОК. Время героев». Документальные фильмы сейчас становятся даже актуальнее художественных, потому что вымысел уступает место правде. Время такое, время героев, и, собственно, о них наши фильмы. Фестиваль посвящен подвигам участников спецоперации, военным, мирным жителям, журналистам. 50 лет военком. По благословению митрополита Екатеринодарского-Кубанского Григория мероприятие принял участие руководитель апархиального отдела религиозного образования и катехизации Протерея Александр Игнатов. На фестиваль были приглашены участники специальной военной операции. Молодые люди смотрят новости и нарастения не видят. Я это говорю потому, что ребята артисты, которые были у нас снимали на передке военком, работайте и доносите в массы как можно больше информации. Люди ждут информации. И то, что вы делаете, вы делаете по двое дело. Помогайте нам и приезжайте к победе. Спасибо. Фестиваль стартовал с премьеры фильма режиссера Клима Поплавского «Военкоры-2» о работе российских военных корреспондентов в зоне боевых действий. Вот эта война будет правильной. По завершению фильма состоялась встреча с режиссером и главной героиней Ольгой Курлаевой. С 12 по 14 июля зрители смогут увидеть 15 документальных картин о военных и добровольцах, врачах, военкорах и жителях прифронтовых территорий. Каждый фильм – это неповторимая история о реальных людях, где за каждым кадром человеческая судьба. Русский полководец Константин Рокрасовский однажды сказал, война – суровая проверка людей. Так было и так всегда будет. И только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим. Военкоры в фильмах рассказывают о буднях военных, о всей серьезности военной операции, о том, что ребятам нужна наша поддержка, кто может материально, а все могут молитвенно. И мы, как православные христиане, должны молиться о защитниках нашей Родины и просить Бога о прощении и о даровании нам победы, о чем ежедневно за Божественной Литургией Церковь возносит устами священников молитвы. Я не выжитель, мне страшно. Как выжить эти силы, чтобы выстоять? Просто молиться и сказать, Господи Иисусе Христе, Сыне Божьем, помилуй нас грешно. Спасибо.